На заводе имени Чапаева завершилась модернизация производства резиново-технических изделий. Посмотреть, как идет работа в новых условиях, приехал глава Чувашия. Еще Наполеон говорил, что тот народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Понимание этого есть у всех государств. Россия не исключение. Немалый вклад в развитие оборонной отрасли и обеспечение безопасности страны вносит завод имени Чапаева. На предприятии постоянно внедряются современные технологии. Без них невозможно выпускать военную и гражданскую продукцию нового поколения. Современнейшее оборудование, аналогов которого по технологическим планировкам и компоновке, нет сегодня в России. Производственные мощности, которые установлены на нашем предприятии, позволят выпускать более 2,5 тысяч тонн различных марок резины. Новые виды покрытий с улучшенными характеристиками позволят производить комплектующие для российского флота. Поставлены большие амбициозные задачи и цели. И эти цели и задачи требуют высокого профессионализма и ответственности от руководителей коллективов предприятий. Особенно в наше современное нелегкое время. Именно поэтому запуск этого выпускового комплекса сегодня – это важное событие для всех нас. Современное производство резинотехнических изделий открыло новую страницу в развитии предприятия. В реализацию проекта модернизации вложено свыше 600 миллионов рублей. Поддержку оказал федеральный бюджет. Свои вложения сделали концерн «Техмаш», госкорпорация «Ростех» и само предприятие. На днях президент России проводил с членами правительства совещание и поставил стратегическую задачу, чтобы в первом полугодии 2017 года утвердить новую программу и оснастить вооруженные силы Российской Федерации, военно-морской флот Российской Федерации новым современным оружием. Гостям предприятия показали музей, где собрана вся номенклатура изделий. В разные годы созданная заводчанами Елизавета Зайцева, Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.